Ракета «Союз» стартовала. В этом году это первый запуск с Байконура. Задача грузового корабля – доставить на МКС запасы топлива, воды и других крайне необходимых грузов. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Чтобы защитить природу, специалисты берут пробы снега. Причем дважды. До и после запуска ракеты, чтобы сравнить их на концентрацию нефтепродуктов. Делают это на территории, ближайшей к космодрому – Зминогорском, Третьяковском и Чирыжском. Но на этот раз в экспедиции участвовали и спасатели. Правда, с другой целью. Полученные данные позволят уточнить характер прохождения весеннего половодия 2022 года, а также скорректировать модели развития паводковой обстановки в муниципальных образованиях края, прогнозируемо попадающих в зону паводка. Возможно, два сценария паводка – фоновый, когда тает снег, и аномальный, когда еще идет дождь. По словам специалистов, в Алтайском крае обычно проходит первый. Его уже спрогнозировали на этот год. Спокойный сценарий. С учетом стояния увлажнения почв осеннюю и снегозапасов, влагозапасов, не только снегозапасов, но наш прогноз – все должно пройти спокойно. А вот паводок 2014 года не прошел спокойно. Это архивные кадры из Краснощоковского района. Там сегодня планируют возвести дамбу. Об этом правительство заявило недавно, подробностей пока мало. Но, как нам сообщили в район администрации, в планах построить 7 километров защитной стены вдоль берега реки Черыж. На это нужно почти 500 миллионов рублей, поэтому проект уже включили в федеральную программу. Дамба должна появиться через три года. Анастасия Наборщикова. День с толком.